Больше того, лучше того. Жена и семья недостаточно, он от этого не сможет развиваться. Нужна более высокая цель. Некоторые мужчины хотят развиваться в деятельности, власть, достигнуть денег. Это уже более-менее нормально. Это значит, что есть какая-то цель. Но высшая цель, конечно, это Бог, духовное знание. У каждого человека должна быть еще более высокая цель. Но хотя бы какая-то, поймите, мужчин должен иметь стержень. Вот направьте на это все свои силы. У него какой-то характер слабый такой. Характер у всех одинаковый. Есть мужчина, родился мужчиной. Все остальное это как бы уже не так важно. Человек родился мужчиной. Если у мужчины нет цели, он становится слабым. Вот знаете, есть такие игрушки вот на их как бы, вот так вот, на ниточках, да? Опускаешь, она падает. Так и мужик тоже. Его поднимешь, цель есть, он такой раз, и начинает что-то делать. Цели нет, он раз, упал, все. Он становится слабым сразу. Мужчина без цели не может жить. Он становится слабым. Да, и в итоге вот я... Тихо. Простите. Ваша цель всех вас, кто рядом с ним, найти возможность помочь ему найти цель. Помочь ему найти цель его жизни. Если вы это сделаете, вы его вытащите из этой среды. Вы говорите, он там в реабилитационном центре, там его чуть-чуть там получше. Да. Реабилитационный центр это просто среда. Вот если бы, допустим, наша страна вся стала такой средой, в которой нет места наркомании, пьянства, разврата и так далее, то все бы подтянулись. Но так очень сложно сделать. Там правительство уже и так сажает этих, пятых, десятых уже не знает, кого сажать уже. Культуру поменять сложно сразу, понимаете? Потому что люди, как бы, они не туда пошли в свое время. Нас обманули. То есть мы сначала шли к светлому будущему, это уже лучше, чем идти к материальным благам. Ну, то есть идеология вот эта вот, которую пытались внедрить в нашу страну, вот эта идеология материального процветания, счастья, она когда внедрилась в 80-х годах, она разрушать людей начала. Начало повышаться количество разводов и так далее. Нравственная деградация пошла у людей. И она до сих пор идет полным ходом. Причина заключается в том, что, ну, ценности жизни, вот эти все передачи на телевидении, вот эти вот все вот шоу всякие развлекательные, где люди орут друг на друга, дерутся там перед всеми по телевизору. В 60-е годы, если бы на телевидении такое было, там бы всех пересажали, в том числе и этого директора канала телевидения, всех бы пересажали. А сейчас это нормально, перед всеми патролистами поругались, и все счастливы на это смотреть. Это просто означает полную деградацию. Таким образом, среда, в которой мы живем, оставляет желать лучшего. Поэтому люди, каждый, должен позаботиться о той среде, которую он сам создает у себя в жизни. Это не значит, что у нас плохая страна. У нас еще лучше, чем там, где-то в других местах. Понимаете, там уже и гомосексуализм там узаконили. Сейчас в некоторых странах узаконивают педофилию. Ну, то есть, как бы, уже вообще полный маразм. Но у нас, наоборот, стараемся, как бы, это все пресечь, как бы, и нравственность. Вот сейчас недавно было заседание, уже говорят о том, что надо менять культуру уже всю, полностью менять всю культуру. Само способ существования ее надо менять. Это все супер. Но пока не поменяли, мы должны сами фильмы нравственные только дома смотреть. Не надо детям смотреть всякую ерунду. Вот. Нужно стараться куда-то ходить в храмы, там, вот по вашей вере, куда-то ходить так, чтобы поддерживать нравственное сознание. В своей вере, ничего не меняя. Потому что тоже, когда вот эта среда плохая, люди начинают метаться, уходят из своей культуры, из своей веры, куда-то еще бегут. Там тоже запутываются и так далее. Идет, ну, такое. Люди метаются, не знают, куда им бежать. Не надо никуда бежать, надо просто правильно жить начать. В своей культуре, в своей среде, в своей вере. Но так как среды нормальной нет, вот он из среды нормальной, которую мы создали в этом реабилитационном центре, выйдет. И эффект, что он говорит, получше стал, вот этот эффект получше стал, он само собой начнет гаснуть. Потому что каждый человек сильно зависит от той среды, в которой он живет. Каждый человек. Мы даже не представляем, какое влияние среда на нас оказывает. Это как нити, много-много нити, которыми мы связываем себя с окружающим миром. Вот если ты привязан к порнухе, это твоя среда. Ты туда залазишь, смотришь это все, это влияет на тебя. Если ты привязан к фильмам ужасов, твоя среда, ты живешь этим. Это духи, это все духи. Порнуха, фильмы ужасов, пьяная компания, это все влияние духов. Это стлетворное влияние на человека. Он теряет силу, теряет возможность развиваться и так далее. Поэтому очень важно понять, что мы смотрим, с чем мы контактируем, с кем мы общаемся. Если я, допустим, общаюсь с человеком, который постоянно ругает правительство, там еще кого-то постоянно ругается и недовольный. Это тоже среда, в которой я живу. И это разрушает мое сознание. Но даже если будет плохая среда, вы среду своему, вот это, сыну или кто? Зять, да. Вы ему не измените сразу, это невозможно. Но если вы поможете ему найти цель, даже несмотря на плохую среду, в которой человек живет, если у мужчины есть цель в жизни, он вырывается из всех оков. Потому что это для него самое главное в жизни. Мужчина живет целью своей жизни. Нет цели, нет возможности нормально жить. Может ему город поменять? Ну, например, в Барнаул уехать. А в Барнауле там все трезвые такие. Да, там пьяных нет вообще. В Томске начало карьеры. Там так классно, там в Томске все пьяные, а в Барнауле все трезвые. Разницы никакой нет, что Томск, что Барнаул. Еще хотела уточнить, если, например, он опять начнет вот это все, Кате, вот моей дочери, как вот терпеть, или просто уйти уж от него и жить своей жизнью или... Уйти непросто, моя хорошая. Да. Вот если она просто уйдет, она потом просто и будет одна. А вот если человек уже наглеет, то есть наркотик на наркотиках живет, это опасно с ним жить рядом. Нужно жить отдельно и молиться за него. А это непросто. А если долго так происходит, ставить условия ему, что вот я жду тебя там еще сколько, год, и молюсь. Если не хочешь менять жизнь, то значит, это твой выбор. И дальше уже искать себе другую жизнь. Все, спасибо. Но сражаться за человека надо. Да, да. Надо молиться, сражаться, пробовать, пытаться победить судьбу. Иногда человек не справляется со своей судьбой и пытается заново начать жизнь. Это не значит, что заново начало и прямо уже теперь хорошая судьба ему придет. Нет, ему будет дан еще один шанс, может быть, чуть получше, если он молится. Может быть, будет получше уже шанс. Но если человек просто бросает свою судьбу, то лучше ничего не будет. Знаете, иногда интересно, так бывает. Мне люди подходят и говорят, Олег Геннадьевич, вы неправильно говорите. У меня все лучше. Сейчас я вам расскажу, как это бывает. Это классика такая из жанра. Бог наказывает по-разному всех. Например, у мужчин часто бывает. Мужчина жену с детьми бросает. И Бог ему дает красавицу, красавицу такую. И молодую, и красивую, и любимую. И он говорит, а чего эти лекции все? Смотрите, я бросил, а мне Бог дал лучше. И жена думает тоже, что это Бог-то ему лучше дал. Он же бросил. Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. А дальше этот сюжет очень классический у мужчин. То есть дальше он в нее сильно влюбляется. Она с ним живет пару лет. И бросает его точно так же. И вот тогда уже начинается сказка. То есть он ходит. Поднимите руку, у кого так было. Видите? Или женщина бросает мужа, и потом одна на пять лет. А то и больше. И не знает, что и делать дальше. У кого так было? А кто не бросил, перетерпел, и потом хорошо стало? Видите? Тоже есть такие. Сражайтесь за человека. Продолжение следует... Продолжение следует...